Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Новый генеральный прокурор может быть назначен до зимы. Об этом накануне в эфире ТВ-8 заявил министр юстиции Сергей Литвиненко. По его словам, в октябре может истечь срок полномочия в Рио генпрокурора Дмитрия Робу, а Высший совет прокуроров должен будет инициировать процедуру избрания нового главы учреждения. Закон предусматривает возможность претендовать на должность генерального прокурора, в том числе лицам, у которых есть соответствующий опыт, как прокурора, судьи или адвоката, как из страны, так и из-за рубежа. А Вы испытали бы удачу, выдвинув свою кандидатуру? Я на должность генерального прокурора? Да. Я нахожусь на должности, которую сейчас исполняю. Литвиненко добавил, что сейчас разрабатывается законопроект, который внесет больше ясности в вопрос избрания генерального прокурора. В то же время глава Минюста заверяет, что нынешний состав ВСП может назначить нового главу генпрокуратуры. Дмитрий Робу был назначен ВСП исполняющим обязанности генерального прокурора после отстранения от должности Александра Стоиногла. Того задержали в начале октября прошлого года после того, как Высший совет прокуроров отреагировал на обращение депутата Лилиана Карпа. Отстраненному генпрокурору предъявлено обвинение по нескольким пунктам. Злоупотребление служебным положением, превышение служебных обязанностей, пассивная коррупция и указание ложных данных. Сам Стоиногла виновным себя не признает. Шестеро человек, в том числе ребенок, пострадали в результате ночного авиаудара по Одесской области. По данным местных властей, семь крылатых ракет типа «Калибр» были выпущены из акватории Черного моря. Одну сбили силами противовоздушной обороны. Шесть попали по деревне. В результате попадания произошло разрушение и возгорание трех частных домов и двух дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа и дом культуры, сообщило оперативное командование ЮГ. Пожарную вызвали, скоро едут. Все едут. Помогаем так. Есть пластыря. Что это еще? То хирургический набор. Мы уже думаем, пока обработаем. А уже приедет скоро, они уже сделают свое там дело лучше. Бабушка, вы сами выбрались оттуда? Да. Нормально, вы молодец. Мужественная женщина. Пожар на площади 300 квадратных метров оперативно ликвидировали. Привлекалось 95 спасателей и 16 единиц техники. Украинские власти также сообщили о ночных обстрелах Харьковской, Сумской, Николаевской области. Есть погибшие и несколько раненых. Средний уровень воды в реке Днестр составлял 8,58 метра. Критический уровень – 8,3 метра. В случае риска снижения уровня воды в реке Днестр ниже 8,3 метра возникает опасность образования воронки и работы насоса в кавитационном режиме. По словам гендиректора Апоканал Кишинев, в последний раз уровень воды в Днестре из-за отсутствия осадков опускался до критической отметки в 2001-м до 8,1 метра. Если и в нынешнем году это повторится, а температура воздуха все еще будет высокая, мы можем остаться без воды в кранах, считают специалисты. Тогда нам придется остановить станцию, чтобы защитить оборудование. Я не слышал о подобных ситуациях, но мне сказали, что несколько лет назад уровень составлял 8,1 метра, и станция работала нормально. Впрочем, те, кто ежечасно следит за уровнем воды на водосборной станции «Вадлой воды», говорят, что на прошлой неделе показатели были стабильны. И это связано с выпавшими недавно осадками. Тем не менее, людей призывают экономить. Рационально потреблять воду использовать только для хозяйственных нужд. Для орошения сельскохозяйственных угодий просим использовать альтернативные источники. Чиновники говорят, что необходимо создать рабочую группу, которая будет ежедневно следить за ситуацией. И если уровень воды в Днестре упадет ниже критического, то будет открыта Дубоссарская плотина. Неделю назад метеорологи объявили оранжевый код гидрологической опасности из-за отсутствия осадков и высокими температурами. Из-за этого уровень воды в озерах и реках падает. Предупреждение актуально и для завтрашнего дня, когда дневной максимум превысит 30 градусов по Цельсию. Редактор субтитров А.Семкин